Что вы представляете, когда слышите слово «Симпсоны»? Знаменитая гомеровская «мммм, пончики»? Фигуру Барта, который едет на своем скейте по Спрингфилду? Может быть, вам вспоминается сиплый голосок Мардж? Или же образ Лизы, этого одаренного ребенка, который на саксофоне играть умеет и о всяких социальных штуках побеспокоиться может? Вне зависимости от того, что именно вы вспоминаете, после прочтения книги «Симпсоны» и их математические секреты вы увидите в мультсериале «Симпсоны» дополнительный слой смысла. Оказывается, что буквально в каждой серии этого очень обширно уже раскинувшегося сериала с десятками сезонов есть множество математических отсылок. Объясняется это тем, что начиная с самых первых сценаристов и заканчивая, по всей видимости, теми, которые трудятся над сериалом сейчас в числе этих самых сценаристов было множество людей с математическим образованием и многие из них даже закончили Гарвард. И ребята решили наполнить не только смешными шутехами обычного плана, такого обывательского, свой мультсериал, но еще и добавить что-то из сферы математической. Тут вам и про число пи, и про совершенные числа, самовлюбленные числа, про комбинаторику, про даже такие вещи, которые почти наверняка никто не проходил даже в высшеучебных заведениях, связанных с математикой, скажем, алиф-ноль или же про бутылку Клейна тоже можно услышать. Все эти вещи так или иначе есть либо в самих «Симпсонах», либо в мультсериале «Футурама», про который эта книга тоже рассказывает. И все же эти моменты объяснены в книжке «Симпсоны. Их математические секреты». Саймон Синг проделал огромную работу, он пообщался с множеством сценаристов и сам, будучи фанатом математики, это видно буквально в каждой строке, он человек, который знает и любит этот предмет. Он увлеченно о нем рассказывает, и читатель тоже может довольно сильно увлечься. Да что уж там говорить, я и сам умудрился взять и настолько увлечься этой книжкой, что забыл выполнить довольно важное обещание, которое сделал одному из своих родственников. Да, стыдно, да, неприятно, да, буду исправляться, но при этом это, мне кажется, показатель, очень хороший показатель качественной книги, которая срабатывает на то, чтобы завлечь вас в мир математики. Что еще мы в ней можем увидеть? Ну, разумеется, рассказывает Саймон и про историю создания каждой, ну, многих серий, так или иначе, связанных с математикой. Рассказывает про какие конкретно сцены в каждой из серий отсылают нас к математическим концепциям. И, наконец, объясняет эти математические концепции с таким юмором, настолько позитивно и настолько просто, что чувствуешь себя комфортно. Поэтому даже если вы ощущали себя, ну, просто брошенными на обочину процедуры обучения, сидя либо в школе, либо в университете за партой, вы, ну, и как раз-таки во время уроков математики, вы можете смело пойти в магазин, приобрести сие произведения и, может быть, как-то компенсировать ту недосдачу математических знаний, которая случилась в вашей жизни. Ибо с этой книгой в порядке все на 99%. Она прекрасна, хороша и любой другой эпитет хвалебный можете к ней применить. За одним лишь маленьким исключением. И относится это исключение к отечественному изданию. Проблема в том, что два корректора, которые трудились над вычеткой этой книжки, они умудрились упустить довольно много досадных ошибок. Я не буду их озвучивать, чтобы на момент прочтения они не слишком сильно бросались вам в глаза. Но нет-нет, да встречается то неправильно представленная дата, то орфографическая ошибка, то еще что-то. Какое-то неправильное склонение может проявиться. Как мне кажется, к книгам, которые посвящены математике, нужно относиться с особым пиететом, нужно по-особому... Ух, совсем черным я стал. Нужно над ними особенно хорошо работать, дабы такие ошибки никогда не проявлялись. Но, вы понимаете, это все-таки действительно ложка. Даже маленькая-маленькая чайная ложечка дегтя в огромной бочке меда. Даже книжка сама желтая, как мед. Друзья, это произведение для всех тех, кто любит математику, для всех тех, кто хочет научиться чуть-чуть лучше понимать математический мир. И, может быть, даже оно зайдет и подросткам, и детям. Ну, не совсем маленьким, разумеется, а более-менее уже подросшим. Там, может быть, с 12 лет или с 15. Дабы пробудить в них интерес к чтению. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать об этой книжке. Если вы хоть немножко знаете что-то про Симпсонов, вам почти наверняка будет интересно. И также, если вы фанат или тоже что-то знаете про Футураму, тоже книженция должна зайти. У меня на этом на сегодня все. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот такого формата, когда я хожу по парку. Может быть, слишком солнечно. У меня на лице то здесь тень, то тут. Ну, что поделать. Напишите, что вы думаете по поводу такого прогулочного формата. Лучше ли он? Приятнее ли он? Для вас легче ли усваивается при нем материал, чем когда я сижу у себя дома на диване. И если да, там что-нибудь еще, напишите. Да, и обязательно, друзья, напишите в комментариях, кто ваш любимый персонаж из Симпсонов. Ну, а у меня все на сегодня. Друзья, получайте знания и делитесь ими. Спасибо, что посмотрели этот ролик. И всем пока.